Мы, самооборона Донбасса, пришли сюда за мирных жителей, которые проживают в Донецкой, Луганской и Харьковской области, которых начал терроризировать и убивать правый сектор, которых прислал сюда знаменитый Ярош, Шурчинов, Аваков и остальные прочие люди, которые заняли незаконно свои места в президентских и в премьерских треслах. Поэтому мы будем стоять до конца и нежелаем мы применять оружие. Но из-за того, что они себя так ведут, защищаться мы будем до последней капли брови. Так как наши деды погибли на войне и мы свою землю отстоим. В любом случае, пусть они не надеются, что они нас побьют БТРами, танками. Люди у нас хорошие, мирные и добрые. С нашей стороны бесполезных выстрелов не будет ни в одну сторону. Пока не будет с их стороны. Наша задача только лишь, если они сделают оступную назад, дадут провести нам референдум спокойно, чтобы люди работали, получали свои деньги и кормили своих детей. Я тоже такой же мирный человек, но пришлось, по виду роду войск я служил, 20 лет я не носил форму. Но сейчас пришлось это сделать. Что я вам еще могу сказать по этому поводу? Мира вам всем и благополучия. Краснолиманцы спрашивают в интернете, подходят к штабу в исполкоме, чем они помочь могут реально, конкретно? Ну, помочь можно чем? Едой, водой, сигаретами. Так как людей очень много. И все пытаются прийти, которых сейчас зарплату не платят уже второй месяц у нас в городе. Поэтому людям, можно сказать, если у кого-то есть большие семьи, им очень тяжело. Ну и представьте, как нам здесь тяжело. Вот такая вот сложилась ситуация. Создали нам такую ситуацию наши самозванцы, которые берут кредиты и все остальное. И неизвестно, куда это все девается. Такая вот у нас ситуация.